На подмосковном картодроме «Маяк» состоялся 24-й этап традиционного кубка Sodi World Series для юных пилотов от 7 до 14 лет. От предыдущих этапов этот отличался суровой погодой. Перед самым уикендом наступила настоящая зима. Это большая проблема для юных пилотов, потому что им становится тяжелее ехать с каждым кругом, стабильность теряется и борьба с стрессом. Резина специфическая, ее вывозят из поворота, если пилот влетел туда чуть-чуть быстрее, чем должно быть. Машина сразу начинает скользить. Ехать в таких условиях непросто. С одной стороны, надо следить за постоянно меняющимися условиями на трассе. С другой – терпеть зимний холод. А это от круга к кругу все сложнее. Однако ребята куда больше думают о победе, чем о комфорте. Сказывается спортивная закалка. Необычно то, что на трассе очень миксовая дорога. То, что и лед, и снег иногда кто-то выносит, и асфальт. Можно как снестись с трассы, так и спокойно проехать. Только руки мерзнут. Это прям проблемно. То тормоза немного примерзают бывает, и газ залипает. Это самое печальное. Летом я более телом работаю в поворотах, а зимой так все спокойно происходит. Надо зацеп искать зимой. Летом мне нравится из-за того, что можно на скорости быстро заезжать в повороты, очень чувствуется машина во всяких местах. А зимой интересно в том, что держака нет вообще. И очень интересно сравнивать свои силы. То, что занесло, и нужно вырулить из-за этого заноса, чтобы не развернуло и не потерять позиции. Если лед, например, сплошной по трассе, то надо ехать там, где больше снега. Так лучше зацеп. Ученики порадовали. Мы на подиуме. Не все реализовали себя на 100%, но есть пилоты, которые стрельнули сегодня. Пришли новые пилоты. Сейчас некоторые пилоты быстрые переходят в возрослую серию уже по возрасту. То есть в любом случае приходится в следующий сезон с переменами. В первой гонке победил Алексей Мухин. Во второй – Николай Василевских. Лучшим среди пилотов класса мини оба раза стал Григорий Едигаров. Он же удерживает первую позицию в своем классе по результатам всего чемпионата. При этом в классе Кит по результатам всех 24 этапов лидером остается Стас Федоров.